Мы продолжаем знакомство с партнерами Магнита и сейчас поговорим с Владимиром Ивкиным. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, с вашей точки зрения, какие все-таки изменения на рынке продуктов питания вы можете отметить за последнее время? На самом деле рынок продуктов питания очень сложный, так как покупательская способность населения не растет последние годы. Поэтому, скажем так, производителям приходится находить все новые ниши, чтобы повысить потребление и стоимость категории. Также на рынке есть несколько трендов. Один из них – ЗОЖ, здоровый образ жизни. Покупатели ищут продукты питания, которые позволяют людям лучше себя чувствовать, дольше жить. Соответственно, если вкратце так, ну еще СТМ очень активно сейчас начали появляться. Это как раз ответ сетей на изменяющуюся конъюнктуру рынка и низкую покупательскую способность населения. И вот, кстати говоря, о том, как изменилось взаимоотношение с сетями за последнее время в условиях меняющегося рынка в том числе. Взаимоотношения с сетями улучшились за последние годы, потому что все понимают, что если не объединить усилия, то успеха не достичь на падающем рынке. Соответственно, одна из возможностей в этом направлении – это совместное бизнес-планирование, которое позволяет синхронизировать усилия производителей и сетей, чтобы достичь лучших результатов в условиях ограниченных ресурсов. Говоря о кейсах, которые кейс реализованной компании за последнее время вашей, вы считаете самым успешным? Безусловно, у нас произошел перезапуск бренда «Россиянка». Он очень успешный. Мы превзошли те ожидания, которые возлагали на этот кейс. И у нас в запасе есть еще несколько интересных новостей, которые, скажем, в начале 2020 года мы все увидим на полках магазинов, в том числе торговой сети «Магнит». Вы прямо отгадали последний вопрос. Все-таки, что удалось реализовать в этом году? А может быть, были какие-то недочеты? И какие все-таки планы по конкретнее? Ну, удалось реализовать ребрендинг «Россиянки». То есть продукт уже на полках. Пожалуйста, приходите, покупайте. Что не удалось? У нас был план по перезапуску еще одной торговой марки, который сместился с 2019 года в 2020. Мы просто взяли больше времени на тестирование, чтобы еще лучше и точнее ответить на запросы покупателей. Что бы вы спросили у «Магнита»? Какой прирост компания «Магнит» ожидает в категории мясной гастрономии в 2020 году? Потому что от этого будет зависеть наши производственные мощности в том числе. Спасибо большое. Ну, а мы на этом не заканчиваем. Проект только начинается. Спасибо. Спасибо большое. Да, да, все хорошо.